Справедливая Россия Илья Величко пришел на дебаты, чтобы уйти на глазах у всей республики. После оскорбления в адрес Евгения Вологина он произнес. Спасибо большое. Справедливая Россия на этом прерывает участие в дебатах. А неиспользованное эфирное время мы используем в качестве предвыборных роликов. Спасибо большое. Евгений Вологин отреагировал на отказ СССР от дебатов так. Те, кто отказывается от эфира, те, кто переходит на личное оскорбление, они демонстрируют только свою слабость и скудаумие. Ваше место, я имею в виду тех, кто так поступает, в сточной канаве истории. Уходите в монастырь, а не с эфира, и качивайте за свою ложь. Словесную перепалку попыталась остановить представительница от ЛДПР. Дорогие оппоненты, я вас послушала. Уважаемый Илья Николаевич, вы себя умеете вести на дебатах? Вы встреваете в другой разговор? У меня такое ощущение, что вы студент, вообще вам нет 18 лет. Это же дебаты. Послушайте меня внимательно. Я первый раз, я имею высказать свою точку зрения. Но слова Галины Нагаевой, похоже, не были услышаны. Почти все 30 минут участники перебивали друг друга и пытались выяснить отношения. Я просто-напросто сошлюсь на еще одного, с точки зрения моих оппонентов, предателя. Это предатель ЦИК Чуров, который разрешил видеосъемку на всех участковых избирательных комиссиях. Вас не перебивали. Илья Николаевич, закрой рот и прочти что-нибудь приличное в своей жизни. Например, «Война и мир». Так вот, ролики «Справедливой России» были сняты за разжигание экстремизма. В таком словесном замесе новые лица на дебатах изрядно волновались. Они сбивались и даже путались. За кого пришли агитировать? Я вам предлагаю прийти и проголосовать за партию «Единая Россия». Прошу прощения. А за патриотов России. Те, кто сохранил спокойствие, все-таки смогли донести до зрителей свои программные заявления. А выяснение отношений они оставили за кадром. Ибо Флапина, телеканал «Юрган».